Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Бизнес и законы» Я ее ведущий Константин Харламов В сегодняшнем выпуске мы хотели бы поговорить о плодовых Как чувствуют себя наши казахстанские садоводы С какими проблемами сталкиваются, какие перспективы видят перед собой В целом вопросов очень много и все мы их сегодня обсудим с нашими гостями Это Бахат Кубжасаров, заведующий отдела защиты плодоовочных культур Казахского НИИ защиты и карантина растений имени Жаскена Жиимбаева Он с нами по телефону на связи Арсен Роздаулетов, глава ассоциации садоводов Алматинской области И еще один наш спикер Нурлан Куралов, учредитель агропромышленной корпорации ТО «Амэнгильдэ» Господа, спасибо, что вы сегодня с нами на связи, в том числе, да, Баке Первый вопрос, вот в целом, сегодняшняя обстановка, какова она в Казахстане Как ее можно охарактеризовать? Давайте Бахат Кубжасарову дадим слово В этом году по садам, можно сказать, по разным регионам она разная Вот на юге и в Жамбылской области, в Туркестанской области с весны были сильные заморозки И очень много косточковых пострадало, и семечковых культур часть тоже захватила А в Алматинской области плодовые в этом году завязались хорошо Но были проблемы с бактериальным ожогом в этом году Потому что климатические условия этого года были очень благоприятны для вспышки бактериального ожога А в том году была проблема с паршой яблоней Повсеместно это и в Алматинской области, в Туркестанской и в Жамбылской области Ну, можно сказать, что плодовые культуры, они требуют очень большого внимания Очень больших трудовых, финансовых затрат Но урожай, конечно, с каждым годом потихонечку в площади увеличивается Вот в этом году самая большая проблема для садоводов Это, конечно, из таких природных заморозки Потом из болезней это бактериальный ожог Также большие проблемы были это парша Из вредителей это яблонная плодожорка, восточная плодожорка Вот в этом году также вспышка калифорнийской щитовки отмечается во многих хозяйствах Поэтому проблем у садоводов хватает И также, конечно, вот с марта это проблемы с карантином Это не вовремя доставка удобрений, средств защиты Вот такие были в этом году, конечно, ситуация такая У садоводов необычная, можно сказать Повод хочется послушать, как обстановка в Алматинской области? В Алматинской области В Алматинской области Ты просто всем скажешь, пожалуйста Хорошо В Алматинской области я скажу В этом году урожай яблок конкретно достаточно хороший Так как в нашей ассоциации находятся в качестве участников В основном это производители яблок То я могу сказать с уверенностью, что урожай яблок в этом году очень хороший В ассоциации у нас в основном это интенсивные сады И у всех у них в этом году хороший урожай Если, допустим, в 2018 год у наших участников общий объем урожая составлял 12 тысяч тонн То и в прошлом году 18 тысяч тонн В этом году мы уже его спрогнозировали Это около 31 тысячи тонн, чуть больше Хороший урожай Нурлан, как у вас обстановка? И в целом, ну вот уже назвали очень много причин Да, первое, конечно, погода Ну здесь уже мало, наверное, что можно сделать И в том числе и вредители, и болезни есть Вот как бороться с ними, что делать? Здравствуйте, Константин, здравствуйте Дорогие коллеги, садоводы Во-первых, это в Туркстанской области, как Бахт Кобжесаров сказал Очень такой в этом году неблагоприятный Весна была, 9 апреля выпал снег Года прицветения И заморозки до минус 5 градусов было Это очень плохо сказался на Косточковых Но яблоки, виноград, где-то 50-60% сохранился Ну, думаю Сейчас идет уборка урожая Уже ранних сортов яблоки Персики, абрикосы, все уже убрали Слива идет сейчас И виноград, кишмиш сейчас собираем Все отгружаем в Алмату Северным регионам Казахстана Урожай неплохой Но Что переходить к этим проблемам Что нам мешает Как нам лучше Спросите, у нас садоводы Вообще поддержка со стороны государства есть Или они больше как-то Ну, сами себе предоставлены Не, вот На государство Обижаться не надо Все, что Они Делают Субсидируются Сейчас Саженцы 50% И весь субсидий дает Если закладку сада Делаете Почти 50% затраты Субсидируются Насчет этого Ну, я не говорю Проблем нету Но Поддержка государства Мы чувствуем С каждым годом Я бы хотел остановиться На Самой главной Проблеме Почему у нас Садоводство не Развивается Потому что У нас Земельное отношение Сейчас Очень сложно Вот, допустим Сад посадить На один гектар Очень большие Инвестиции нужны От 30 до 50 тысяч долларов Если мы 100 гектар Будем Сажать Тогда 5 миллионов долларов Это очень большие Инвестиции Но Земля Не решается Потому что Все земли В свое время Были Арендованы Ну В свое время Кто смог Какими путями Это Вы сами знаете В 90-х годах В конце Земля Никому не нужно Никому не нужно было И Кто смог Каким путем Ну все Это В аренду Взяли Оформили На себя И врачи И Учителя И госслужащие Ну кто В то время Кто смог Они все взяли Госакты На землю Временного Пользования Теперь Они хотят Продавать Мы хотим Купить Но нет Механизма Допустим Вы квартиру Продаете Покупаете Свободно Машину Продаете Покупаете Свободно А вот Право Аренда Земли Вы не можете Продать Не можете Ну Давать Аренду Если Приходится Разными Обходными Путями Это Брать Их В состав ТУО Потом Их Выводить Разные Вот такие Ну приходится Как бы Очень тяжело Сейчас Если мы решаем Вопрос Землей Если Она Свободна Будет Как бы Продаваться Ладно Не иностранным А вот Отечественным Инвесторам Которые Хотят Вложить Очень Большие Деньги Потому Что Садоводство Винограданство Она Как бы Требует Очень Больших Инвестиций Тем более Если Современные Вот Интенсивные Сады Арсен Знает На 1 гектар До 3 До 5 Тысяч Саженцев Все Должно Быть Капельным Орошением Должна быть Защитная Сетка Должна быть Все это Стоит Большие Деньги А Если Земля Под Вопросом С кем То Как бы 50 на 50 Это Очень Инвесторы Никто Сюда Не Идет Поэтому Нам Надо Сейчас В первую Очередь Решить Вопрос Насчет Земли Если Земля Будет Решена Тогда Будет Все Вот Эти Рестораны Которые Она Все Вот Эти Деньги Все Пойдут Садоводства Тогда Будет У нас Очень Большое Изобилие Фруктов Я так Думаю Потому Что У нас Сейчас 500 Гектаров Мы Хотим Дальше Расширяться Но Не Имеем Земли И Здесь Вот По-хорошему Если Государство Хочет Действительно Развивать Садоводство Виноградарство Тогда Он Должен Давать Инвесторам Бесплатно Или По Льготной Цене Вот Эти Земли Которые Хотят Инвестировать Большие Деньги И Второй Вопрос Это Кадры Решают Все У нас Все Кадры Советских Времен Остался Это Старыми Методами Сейчас Очень Интенсивное Садоводство Требуется Как бы Агрономические Знания Против Болезни Очень Много Сейчас Болезни И Минеральное Удобрение Надо давать Нам Нужны Кадры Сейчас Вот Я уже Пять лет С этим Сотрудничаю С Сельхозинститутом Ни одного Агронома Не могли Мне отправить У нас Сейчас Кто из Турции Работает Агроном Он 2000 Долларов Получает И То Ну Как бы Нам нужно Выращивать Своих Агрономов Вот Бахтков Жасаров Он знает Был у меня Постоянно Семинары Проводим Постоянно Обучаем Здесь Крестьян У всех Одна Проблема Нехватка Кадров Особенно Вот Энтимологов Который Работает С Кремен Агрономы Которые Обрезку Хорошего Делают Механики Вот Надо Кадры Как-то Надо Решать Это Начиная Вот Сельхозинститута Академия Сельскохозяйства Да У нас Очень Большая Тема У всех Кто Все хотят Заниматься Сановодством Но Не знают Как С чего Начать Как делать Это Все Это Дело И Третий Вопрос У нас Химикаты Очень Много Мы применяем Ну Не очень Много Применяем Но Применяем Химикаты Которые Очень Дорого Стоят Вот Допустим Они Если Турции 5-10 раз У нас Дороже Привозим И вот Мы не можем Конкурировать С узбекскими Или киргизскими Как бы Сановодами Потому что У них Облегченная Растаможка И Вот это Время Регистрации У них Новых препаратов Очень быстро Делается Как у нас Сейчас Лекарства Против Пандемии Было же Точно Так же Нам Надо Как бы Открыть Доступ Вот Химикатам Которые Препараты Пестициды Гербициды У нас Очень Долго Они проходят Регистрацию И очень Дорого Нам Обходятся Они Это Третий Вопрос Это Сбыть Сейчас Допустим Мы продаем Со склада 200 тенге Они В Магнуме Или В любом Торговом центре Продается 600 тенге Почти Ну сколько Два Три раза Дороже Мне надо Кажется Надо Вот это Каждый Должен Заниматься Своим Делом Вот Недавно Мне С Караганды Приехал Там Открылся Глобус Такой Большой Торгово-логистический Центр Хозяин Этого Центра Нурлан Он говорит На руке Приезжайте Мы Создадим Вам Условия Продавайте Я говорю Мне Я должен Заниматься Производством Количеством Качеством Чтобы хорошая Продукция Была И Там Кто-то Еще Продавал Есть Отдельное Министерство Торговли У нас Для этого Создали Чтобы Они помогали Нашим Предпринимателям Чтобы Не каждый Стоял Там Под Прилавки И Продавал Свою Продукцию Надо Как-то Это Дело Решать Особенно Поддержка Отечественных Производителей Вот Аргентинские Даже Я видел 1200 Тенге Яблоки Продаются Кто Это Покупает Аргентинские Я Не понимаю Это Пока С Аргентины Она доедет Что С ним Останется Вот Сейчас Свежие Местные Яблоки Вот 300 Тенге Продают Рядом Стоит 1200 Тенге Аргентинские Люди Кто Покупает Я не пойму Если Она стоит Значит Она Продается Мы Должны Быть Кажды Патриотами Своей Родины Все Должны Покупать Я думаю Отечественные Тем более У нас Экологически Чистые Свежие Ну Не в обиду Если Польские Яблоки Стоят Это значит Они Прошлогодние Или может быть Даже Позапрошлогодние Как 90-летние Старушки У нас 18-летняя Девушка Свежая Молодая Вот Я хочу Пригласить Всех Призвать Отечественников Чтобы Покупали Свои Отечественные Товары Особенно Овощи Града И Пятый вопрос У меня Питомниководство Почему У нас Не развивается Садоводство Потому что У нас Очень Дорогое Завозится Из-за границы Саженцы Питомниководство Сейчас Надо Нам Своё Отечественное Питомниководство Надо развивать Заказывать Вместе Вопрос Бахытку Обжесарову Хочу Задать Константин Вот В этом году Вы сами Знаете Было Наводнение Махтаральском Районе Сарова Вот Соседний Узбекстан Нас затопил Это Самая Главная Причина Там Не только Природные Катаклизмы Это Упущение Министерства Водных Ресурсов Они должны Были Это Посмотреть Уровень Воды И не допустить Такого А то Сейчас Они Хотят Затопить Нас Хотят Не дают Воду Сейчас Допустим Воду Вообще Не дают Нам Вместо 20 кубов Сейчас 7-8 кубов Дают Ничего Мы не можем Сделать Отношения Довольно Сложные Я думаю И тут Переговоры Дай бог Чтобы они Конечно За счет Налогоплательщиков Должны Не дают Такое Не должно Быть Тогда Давайте Закроем Дорогу Эту жизнь Сложный Вопрос Конечно Сложный Бахет Вопрос К вам Доктор Лан Сказал Что Много У нас Саженцев Заводится К нам Вместе С ними Как говорят Специалисты Заводятся И различные Болезни Вот Как этот Вопрос Минимизировать Чтобы все Таки И вредителей Было меньше И болезни Было меньше Что Нужно Сделать Да Вот Я полностью Согласен С Нурланом Кураловым Потому что Мы Уже Много лет Сотрудничаем Ездим Обследуем Проводим Совместные Семинары Вот В Туан Гильды С Нурланом Кураловым В Туркестанской Области В Жамбылской Области В Алматинской Области Больше Ста семинаров Нами проведено Можно сказать Большинство Садоводов Нас знают И вот Проблема С саженцами Действительно Она есть Надо Действительно Развивать Своё Отечественное Петерниковое Волосе Потому что Почему? Потому что Зарубежные саженцы Они очень дорогие И с ними Приходят Новые Болезни Одна из Болезней Которая Пришла Это Бактериальный Ожог Сейчас Очень Большие Деньги Выделяются На Ее Обработку Очень Большие Потери От нее Идут Сады Вырубаются И мы Сейчас Разрабатываем Меры Борьбы И у Нас В декабре Выйдут Рекомендации По мерам Борьбы С бактериальным Ожогом И этот Бактериальный Ожог Он Не один А этих Вредителей Болезней Сотни Карантинных Которые При завозе Можно будет Еще Могут Еще Там Есть Фомопсис Есть Нектрия Есть Если их Перечислять Там Яблоневая Златка То есть Они Как Мол Могут Потери Вызывать Даже Больше Чем Бактериальный Ожог Вот И поэтому В первую очередь Конечно Это надо Развивать Отечественное Производство Саженцев И конечно Выделять На научные Исследования Чтобы Эти саженцы Соответствовали Зарубежным Стандартам Стандартизировать Также Вот Подготовка Кадров И Конечно Чтобы Ну Конечно Нельзя Запретить Завоз Зарубежных Саженцев Потому что Они Тоже Они Именно Для интенсивного Садоводства Созданы И Чтобы Не завозить Болезни И вредителей Необходима Экспресс Диагностика То есть Экспресс Тестирование Вот сейчас Как С ковидом Борются Экспресс ПЦР Анализы Проводят Также ПЦР Анализ Можно проводить Ну В России Как делают В России Перед Покупкой Саженцев Саженцев Выезжают Специалисты Делают ПЦР Анализ Там же На месте Там В голландском Питомнике В польском Питомнике В итальянском Питомнике Отбирают Образцы Экспресс Анализ Делают Но Это оборудование Конечно Очень дорогое Оно стоит Миллионы Долларов Но Я думаю Это Для государства Это небольшие деньги Чтобы Для Всего Садоводства Вот Нужно Создать У нас Создана В институте ПЦР Лаборатория Которая Может Но мы Можем Только сейчас Делать ПЦР На бактериальный Ожог А вот На остальные Болезни И вредители Это Нужно Дополнительное Финансирование У нас Кадры Есть Оборудование Есть Лаборатория Есть Просто Его сейчас Надо Немножко Усилить И Развивать Отечественное Если там Неководство Отечественное Также Вот И Больше Внимание Также Уделять Внимание Вот Больше У нас Вот Когда Первое Субсидирование Было Раньше Субсидировали И Обычные Классические Сады Которые Не интенсивные А обычные Которые Советских Времен Выращивали Которые Урожай На пятый Год Их Субсидировали Они Затраты Там Выходили Уже Не 50 тысяч Долларов На гектар А 10 10 Тысяч Долларов На гектар И Это Уже Там В пять Раз Дешевле И Сейчас В условиях Сейчас Кризиса Пандемии Я думаю Больше Надо Уделять Внимание И Параллельно И интенсивному Садоводству И Классическому Садоводству Например Если У человека Нету 50 тысяч Долларов На один Гектар Чтобы Заложить Интенсивный Сад Надо Сделать Условия Чтобы Человек Имея 5 тысяч Долларов Мог заложить Себе Сад На одном Гектаре А Если бы 5 тысяч Долларов Еще Государство Просубсидировало Я думаю Было бы Тоже Уже Садов Площадь Садов Увеличивалась Уже В советское Время Площадь Садов Была 100 тысяч Гектар Сейчас Чуть Больше 40 тысяч Гектар Я думаю Стимулируя Производство Интенсивных Садов И классических Садов Можно довести До 100 Тысяч И Выйти На Сейчас Мы На 50 Процентов Только себя Обеспечиваем Яблоками Можно 100% Обеспечить Себя Яблоками И На экспорт Миллионы Тон Уже То есть Выйти На экспорт Поэтому Вот Конечно Нужно Большая Нужно Поддержку Еще Усиливать На науку Больше Тоже Финансирование Выделять И На Современную Вот Диагностику Вредителей Болезни Вот почему Мы говорим Что Вредителей Болезни С каждым Годом Все больше И больше Потому что Мы Проводим Диагностику Классическими Методами Которые Требуют 10 дней То есть Это надо Ну там Технические Моменты Это Чистую Культуру Ждать Пока Грипп Бактерия Вырастет 10 дней Проходит За 10 дней Уже Идут Потери А Нужно Больше Оснащать Современный ПЦР Которое Мы тоже Можем Делать Если Будет Соответствующее Финансирование Мы можем Все эти Вредители И болезни Выявлять Применять Соответствующие Меры Также Мы можем Своевременно Если Применять Удобрения По анализу Почвы По листовой Диагностике Вовремя Внося Удобрения Микроэлементы Аминокислоты Можно В 2-3 раза Увеличить Урожай Садов У нас Сейчас Урожай Садов Потихоньку Тоже Увеличивается Если Классические Сады Раньше Давали 10 Тон Сейчас Можем Получать И 20 И 30 Тон Интенсивные 50 Тон Дают 40 Тон Поэтому Бахыт Ну вот Готовясь к программе Я консультировался Тоже со специалистами Вот В частности Вы тоже Напомнили Что Бактериальный Ожог Очень сильно Распространен У нас И вот Два препарата Мне назвали Которые Хорошо Зарекомендовали Себя Это вот С действующими Веществами Косугамицин И биопрепарат На основе Водоросли Ламинарии Вациплант Да Мы Действительно Совместно С комитетом Госинспекции Подали На временную Регистрацию Препаратов Косумин Вакси Плант Они Очень хорошо Помогают От бактериального Ожога Также Мы Подали На временную Регистрацию Это препарат Косайт Чтобы вот Долгую процедуру Два-три года Регистрации Не проходить А из-за того Что это Очень опасная Болезнь Мы На временную Регистрацию Подали еще Дополнительные Препараты Это Косайт Несодержащий Препарат Агрегент Фитоловин Альет То есть Применяя ее С весны До осени В определенной Последовательности Мы можем Распространение Бактериального Ожога Снизить На 90 На 95 Процентов Если вовремя Применять И конечно Самое главное Это надо Отечественные Саженцы Выращивать Устойчивые К бактериальному Ожогу То есть Отходить От Восприимчивых Сортов А делать Упор На Устойчивые Сорта То есть И применять Закладывать Сады Устойчивыми Отечественными Саженцами И Зарубежными Можно Но Не сажать Восприимчивые Сорта К бактериальному Ожогу Это Уже Многим Известно Это Опорт Не надо Сажать Нельзя Сажать Толгарскую Красавицу Еще Много Других Сортов Сажать Именно Устойчивые И Применять Препараты Вот По цветению Можно Применять Косумим После Цветения Можно Ваксиплант Применять После Распускания Почек Косайт Это Подробно У нас В декабре Будет Выпущена Рекомендация На основе Наших Трехлетних Исследований И Мирового Опыта И Вот Мы Предложим Садоводам Систему Защиты Которая Уже Апробируется Во многих Хозяйствах И Уже Несколько Лет Мы на Семинарах Объясняем Как Бороться Как Как Выявлять Эту болезнь Поэтому Спасибо большое Спасибо за ваше Экспертное мнение Вопрос у меня К Арсену Засиделся у нас Арсен Вот вы говорите С каждым годом Урожай растет В этом году Вообще Более 30 тысяч Тон вы ожидаете Весь этот урожай Он остается в области То есть вы сами Себя обеспечиваете Либо куда-то Ваши яблоки Все-таки уезжают Да Мне хотелось бы Прокомментировать Некоторые Слова Моих коллег Нурлана И Бахыта То что касается Урожая В этом году Да Действительно Есть Получается Затруднения По Приезду Например Тех же Российских Покупателей Сюда В Казахстан В Южной области Для того Чтобы договориться Какие-то Заключить Фьючерсные Контракты На покупку Тех же яблок Кусочковых Культур Но Конечно же Именно в этом сезоне Хорошо отработают Те предприятия Которые В предыдущие годы Вели Такую упорную Долгую работу Для того Найти 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 Партнеров Надежных В той же России В каких-то Других Странах Но в основном Так как Наши Плодовые Культуры Плодовочные Культуры Идут именно В Россию На российский Рынок Именно С российскими Торговыми Сетями И какими-то Посредническими Компаниями Надежными Вот Именно Эти Наши Местные Компании Они И получат Какую-то Свою Выгоду От Той работы Которая Им Была Проделана В предыдущие Годы Вот И Яблоки Какая-то Часть Да Уйдет В Россию Но Насколько Я знаю В основной Массе Яблоки Остаются Здесь В Казахстане Они Распределяются По другим Областям Продаются Здесь В Алмате Очень Хорошо В Россию Тоже В торговые Сети Уходит Какая-то Часть Но Опять-таки Именно У тех Компаний Которые Хорошо Себя Проявили В предыдущие Годы И законтрактовались С крупными Торговыми Сетями То Что касается Пестицидов Вот Дороговизна Вот в этом году Я В январе По-моему Или В феврале Ездил В Нур-Султан Для того Чтобы Поучаствовать В общем Заседании Министерства Сельского Хозяйства Вот тогда Была Озвучена Инициатива Минсельхоза О том Что они Будут Субсидировать Пестициды На 30% Вот Насколько Я знаю Как бы Эта программа Вроде Действует То Что касается Кадров У меня Вот Есть Такая Хорошая Новость Которой В принципе Я очень Горжусь В прошлом году Мы Провели Такую Большую Работу Вместе Представителями Различных Компаний Из Нидерландов В том числе И посольства Нидерландов Я был Привлечен В качестве Координатора Этого проекта И Как бы Идея Была Заключалась В том Чтобы Создать Демонстрационный Участок С плодовыми Культурами Около Восьми Культур Различных Это Яблоня Груша Слива Черешня Клубника Голубика И Спаржа Вот Красная Смородина Для того Чтобы реализовать Этот проект Здесь Нужен был Научный Партнер Институт Либо Сельхоз Университет Этим Партнером Стал Университет Казнал Наш Аграрный Университет В Алмате И Проект Был После Подписания Различных Меморандумов На Самом Высоком Уровне В Голландии Была Достигнута Договоренность Был Сам Ректор Также Присутствовал И В этом Году Проект Был Реализован На Участке Полтора Гектара Интенсивный Сад С Восьми Культурами Казнал Взял На Себя Смелость Реализовать Этот Проект Чему Я Очень Рад Потому Что Члены Нашей Ассоциации Они Они Также С Большим Энтузиазмом Восприняли Эту Новость И Партнеры Нашей Ассоциации Это Различные Поставщики Товаров И услуг В том числе И удобрений И средств защиты Растений И капельного Оборудования Как бы Многие из них Приняли участие В таком Проекте И здесь Казнал Сможет Обновить Базу Данных И Обновить Какие-то Знания Для своих Преподавателей И для Профессорского Состава И особенно Конечно же Это для Студентов Магистрантов Докторантов Они смогут Получать Новые Какие-то Знания Особенно В современных Технологиях Выращивания Плодовых Культур Вот Ну как бы Такая Очень Позитивная Новость Для Нашей Небольшой Отрасли Дай Бог Чтобы получилось Это развитие Спасибо Вам большое За Ваше мнение К сожалению Мы сжаты Немножко Ограничены В эфирном Времени Тем не менее Очень интересная Беседность Получилась Да Ну вот Арсен сказал Что сейчас Казнал Уже начали Готовить Агрономов Но надо Чтобы они Пошли потом На поля Работать На хозяйство Раньше Когда мы учились Три года Заставляли Отрабатывать Потом Потом Только Давали Дипломы Они Сейчас Учатся Гранты За государственные Деньги И идут Кто Таможню Кто Госслужбу Никто Не идет Агроному Вот это Пожалуйста Имейте ввиду Арсен Вы там Ближе Работают Работают По специальности Да В основном Если Скажем 100% студентов Из них 90% Это оказывается Девушки И 10% Это парни Соответственно Многие девушки Выходят замуж И Мало кто Продолжает Работать По специальности Такая есть проблема Но я думаю Нужно Проблему Надо решать Да Я желаю Чтобы Замужество Ни в коем Мере Не мешало Карьере Чтобы все Получалось У наших И у девушек И парней Чтобы Ученые наши Получали Большую поддержку От государства Чтобы садоводам Всегда помогали В первую очередь Хорошая погода Чтобы было Чтобы саженцы Свои были А не иностранные Пусть будут Качественные наши И тогда вряд ли Кто-то поедет За рубеж И конечно же Кадры Пусть они Растут Пусть они Учатся И пусть они Работают на благо Нашей родины Чтобы казахстанцы Ели Казахстанские Овощи Фрукты В первую очередь И тогда мы Наверное Все будем Здоровы И хорошо выглядеть И в том числе Наш бизнес Будет себя чувствовать Уверенно И с уверенностью Смотреть завтрашний день Вам спасибо большое Всего доброго Удачи Я думаю Еще увидимся И переговорим А на сегодня у нас все Спасибо что были с нами Увидимся через неделю Удачи вашему бизнесу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому